Здравствуйте, меня зовут Элина, мы отдыхаем в Геленджике и сегодня идем с утра на пляж Красная Талка. Ну а на обратном пути зайдем на ярмарку выходного дня, она сегодня как раз приехала. Посмотрим, как изменились цены за неделю. Последние несколько дней в Геленджике были довольно пасмурными, солнца мы не видели. Вчера шел дождь довольно сильный, может быть он и ночью был, потому что я вижу большие лужи на асфальте. А сегодня, посмотрите, небо прояснилось, осталось немного таких облаков негрозовых. Температура воздуха чуть опустилась, сейчас 24 градуса, а все эти дни она держалась практически до 30. Хотя было и пасмурно, но очень тепло, море было сказочное, мы купались. Самое приятное, что совсем нет ветра, вот просто недуновение. В 9 утра центральная площадь Геленджика, ну практически пустая. Несколько человек только движется. То ли еще будет вечером. Вчера было просто не протолкнуться. Вот и на набережной такие небольшие лужицы, остатки вчерашнего дождя. Сегодня, правда, тоже по прогнозу обещают дождь, но не знаю, может быть он и не соберется. Геленджик дело такое, прогнозы в нем практически не сбываются. На Лермонтовском пляже я вижу небольшую волну на море. Люди уже с позаранку пришли. Ну действительно, а чего уж время терять? Лето оно такое, короткое, надо брать все и сейчас. А на солнышке-то как припекает. Это в тени 24 градуса, а по ощущениям, ну тут все 28. Идти, конечно, жарко. Но ничего, сейчас дойдем до пляжа и окунемся в море. Посмотрим, какая у него там температура водички. Около рыбки никого нет. Обычно такая фотозона оживленная. Вот вам утренний фонтан на Лермонтовской площади. И тоже совершенно пустая область вокруг. Хочу пожаловаться, что мы здесь уже вторую неделю и еще ни разу не встретили ни одной белки. Мы носим с собой грецкие орешки. Никак не удается никого накормить. Может быть, сегодня повезет. Вот за этой аркой начинается, так сказать, территория белок. Только кормушки, а там никого. Лишь иногда голуби прилетают белочек объесть. Вот такие наглые создания. Ну, правда, кушать-то все хотят. Как я их понимаю. Вот эта кормушка пониже висит. А давайте-ка заглянем, что там для белок есть. Одиноких два фундука и все. Ну, везде, везде кормушки. Ау, белочки, приходите. Что-то у нас костик бодрым шагом к акулам направился. За хвостик подержать. Такие интересные пальмочки около ночного клуба лагуна. А вот эти лапочки я показывала. У них нижняя подсветка. По вечерам она включается. И создается ощущение парения их над землей. Так приятно идти под этими сводами пицунских сосен. И что я вижу, люди собрались. И, по-моему, там они белочку пытаются накормить. Вот если мне повезет, и она у меня тоже возьмет орешков, сейчас я вам ее покажу. А пока вот, видите, женщина кормит с руки, а другая вот-вот-вот-вот-вот-вот паскакала пушистохвостая. Интересно, удобно ей вот так вот вверх ногами есть? А их кормите кедровыми орешками, да? С удовольствием, смотри, наверное, редко им перепадает такое счастье. Частенькие. Как белок подзывают, я не знаю. Стучат орешком оборишек в скруппе. Опа, 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 смотри, 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 смотри. Она заинтересовалась. Ага, 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 ага. Очкует. Смотри, смотри, смотри. Это чувак. Руку крепко прям прижми, чтобы рука не виделась. Дальше. Белки такие интересные создания. Нам сейчас женщина сказала. Что грецкие орешки лучше не давать крупными кусками по половинке, а мельчить. Тогда белочка ест на месте, прямо с руки. А если ей попадает в лапы крупный орешек, она тут же убегает прятать его. Вот такая вот у них. Даже не знаю, программа. Я первый раз увидела вот на этом бюсте писателя Александра Грина на плече на правом. Как видите, парусник маленький. Никогда не обращала внимания. Он смотрит на море. А впереди я вижу скульптуру его героини Ассоль. Она такая тоже устремленная вся в море. Ждет и ждет своего Грея. Вот здесь как навигатор. Вот и двуметром валяется. Два кресла, и он еще с одним подошел. Вступаем в зону красивых клумб. Голубые ели. Набережная у меня чуть слева. Я иду как бы по второй линии. Серебристая травка. Мы уже практически подошли к пляжу Красная Талка. Вот он ресторан Станичный дворик. И мы с вами сейчас спустимся не по центральному входу, а по боковому на сам пляж. Там такие интересные бонсаи. И я вам их покажу. И вот это уже территория пляжа Красная Талка. Пляж очень большой. Хорошо благоустроенный. Обзор на него я делала. Кому интересно, посмотрите. Ссылочку оставлю. Вот здесь такой вход без ступенек, пологий. И посмотрите. Вот такие здесь красивые, ландшафтные, украшенные деревца. Правда, похоже на бонсаи? Камешки. Все так живописно. Задизайнено. Сегодня на пляже народу довольно много. Но не так, чтобы уж совсем не найти себе места. Расположиться можно. И под навесом на лежаках лежат достаточно людей. Пойдемте посмотрим. Какая водичка. Вот такой совсем небольшой накат волны. Продолжение следует. Продолжение следует... Прозрачная сегодня вода, чистенькая. Захожу. Ощущается тепло. Купаться комфортно. Плещутся дети. Сейчас поплыву. Вот на этом месте вчера мы видели, приплывала птичка. И она прямо между людей плавала, ныряла. Ну, видимо, охотилась за рыбкой. У птички был такой узенький клюв. Не знаю, что за порода, я в этом не разбираюсь. Может быть, это был нырок. Я поплавала. Очень-очень хорошая водичка. Теплая. Из моря так бы и не выходила. Вот в этой правой части, недалеко от берега, метров в десяти, лежит большая плита. И на нее люди становятся, такое ощущение, что тут мелко. Но нет. Вот, посмотрите. Вот стоят рядом люди. И вот этот мужчина с мальчиком, он на плите. И вот здесь, как раз в этом месте, между плитой и берегом, и плавала та самая птичка. Если она сегодня тоже приплывет поохотиться в прошлом году, потому что она была. Как бы не та же самая, я ее снимала. Я вам ее опять сниму и покажу. Сейчас половина одиннадцатого утра. Температура воздуха поднялась до двадцати шести градусов. А на небо натянуло вот таких вот туч. Интересно, разгонит ли их ветер. Или все-таки они прольются дождиком. С другой стороны тоже тучи надвигаются. А над морем, над выходом из бухты, пока еще все чисто и хорошо. В двенадцать часов мы уходим с пляжа. Обстановка вот такая. Поднялся небольшой ветерок. Волна чуть усилилась. Ну, а тучи вот они. Висят. Солнышко тоже проглядывает периодически из-за туч. Идем на ярмарку. Мимо вот этой фигуры корабейника. Я там цены вам все снимать уж не буду. Сниму только на фрукты, на овощи. Посмотрим, как цена изменилась за неделю. Идем мимо сквера города Хильдесхайм. Этот город по братим Геленджика. И вот сквер как бы от них. Скверик такой симпатичный, уютный. Мы частенько здесь гуляем, особенно в последний день. Потому что до него довольно-таки недолго идти. А времени остается перед отъездом не так уж и много. Шишки такие большие. Ой, ну мне точно голову напекло. Мимо той скульптуры мы проходили. Это скульптура туриста. Вот он, корабейник. Творок взяла 9% по 365 рублей за килограмм. Виноград 200, нектарины 200, персики 200. А этот виноград по 150, черный по 200. Чернослив 100 рублей, груши 200, 250 шиповник. Здесь персики немножко другого сорта, тоже по 200. Перец болгарский 140. Баклажаны 140. Огурцы 130. Помидоры сливка по 110. Кабачки по 80, морковь по 70. Дыни по 80. Инжир по 300. Капуста по 100 рублей. Гребчатый лук по 50. Вот эти помидоры по 220. Картофель по 65, по 60. И в другом месте видела по 70. Странное дело, арбузов на ярмарке я не нашла. Были только дыни. Так что по ценам арбузным вам не подскажу. Ну, в общем-то, я все купила. Спасибо всем, кто был со мной. И пока! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо! Спасибо!